одесса сдавал так ну что с вами немножко погутурю все разрисовала все разрисовала астана привет владик тоже привет саратов тоже крестик я не ношу у меня есть от отца крестик остался и нашу чтобы потом не говорили ташкент привет огромное что потом не горишь что книжки читаю читаю добрейший вечерок или здравствуйте здравствуйте леночка уже придумал что сделаешь с этим пидорами которые те же испортил да придумал конечно придумал ребенок ложечки пусть рисует понять что пусть рисует вообще не ругаю это да нет это конченые люди вы с ними тоже все сталкиваетесь иногда знаете кто это судебные приставы пидорасы объясню почему не пидорасы я оплатил штрафы а в базе общие они висят до сих пор то есть оплатил их полгода назад а в базе они до сих пор висят и вот чтобы их сняли эти штрафы нужно приехать приставом по месту жительства стоять прям над ним чтоб он вот так будет вручную все закрывал поймать о чем я привет из северного лета оба здорово южная зима короче вот такая тема поняли о чем вот эти вот истории о том что вы оплатили штрафы отправляйте чеки почтой судебный пристава отсосите они ничего не смотрят им ничего не надо вообще ничего не надо пока ты не приедешь и не встанешь за и за его спиной за ее спиной мать и не будешь говорить вот закрывайте 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 ничего вас не закроется ребят предупреждаю вас заранее вы можете быть очень добропорядочными гражданами нашей страны оплатить штрафы пени все но если вы долго не оплачивали приехать в аэропорт собрать свою семью мужем матушку свою где шея жень вот она шея но я сижу так неудобно не заебывайте мне приехать в аэропорт а вам шляпой бля дадут папа таможенники полицию по вашему скажу что вот вы знаете у вас здесь штрафы не оплачены у вас запрет на выезд вот и вы такой опа прикольно а вы оплатили их а судебный приставы просто блять нет нет не поставили что вы оплатили не закрыли их такая же история стояла за спиной пристава в банке также закрывал ребята еще раз повторяю в нашей стране штрафы налоги кредиты нужно приходить смотреть в ебальник этому человеку и параллельно смотреть на монитор в котором он все это закрывает они ничего блять не делают а мы выиграли суды а приставы ничего не делают деньги нам никто не вернул о поправился женю красота не поправился кузина сижу так ну вот я вот так сяду ну вот его так сел лучшее у меня вот он вот так буду сидеть с вами общаться вопрос мне так удобнее я же не нижний не не жениться вас зову не несмотря ниже у меня сегодня вечером чтобы вам нравится мы просто вышли по пиздец полностью поддерживаю и после звонить уточнять можно при это лично выглядишь как нормально сопереджение к тебе с беларуси привет огромный беларусь привет штрафы по вождению до по вождению штраф нет блять как как у пешехода хожу нарушают на много штрафов если не секрет да много было штраф уже нету штрафов ну какие-то там остались мелочи какие-то их тоже закрою приеду много было до хрена было сосочки видно где ты чё угораешь что а ну ладно да сиди как нравится время уже располагаю челябинский был был челябинский опять же нет я фокусник женька фокусник не слыхали протокол в точку прям так и есть сто процентов но же на госуслугах все инфа по штрафу на штрафа за парковку то пипец 35 у нас в баске 5000 штраф за парковку значит по поводу госуслуг вертел я эти госуслуги на одном месте я человек вроде бы как мне кажется все-таки но прогрессивно в плане там интернета я могу разобраться я не представляю что делать людям преклонного возраста да какой прикол от моей маме что делать на пред на госуслуги она охренеет там черт ногу сломит это для чего было придумано все а каких госуслугах вы хотите сказать еще раз вам повторяю вы заходите на госуслуги на госуслугах вам выскакивает кузне евгений владиславич задолженность по штрафам вот такая а я прихожу к нему говорю вы ели а вот у меня чеки квитанции об оплате этих штрафов ой но это вам надо к судебным приставам по месту жительства я вам рассказываю реальную историю сейчас вы мне про свои госуслуги в жопу их засунут свои госуслуги а вот и вот я прихожу к нему я говорю вот чеки вот квитанция по плате ничего себе а чего уже вот уже четыре месяца прошло почему вас не закрыто это вам надо по месту жительства к вашему вот приставу ехать вот фамилия и вот я еду туда скоро буду малышка блять а вот вам реальная история такую фигню же не те пишут читая фиге как относишься к прививкам от корон да никак не отношусь слушай никак не как я должен относиться что-то хочет меня услышать же никого поддерживаешь бороду ликуру курбаной не смысле в чем ты должен поддерживать их чем что они участвуют каких-то соревнованиях на олимпиаде они поехали в токио участвуют в олимпиаде не участвуют чем я должен поддерживать кого-то а кого-то нет а я тут недавно читал кстати значит ксюха переписала дом на свою маму и там значит пишут 18 миллионов рублей дом мои девочки и так и начинают писать комментарии типа что ты там рассказываешь какие 18 миллионов вот я вам сейчас расскажу я предполагаю что та земля на которой стоит дом у ксюхи вот она стоит лямов 18 уже на сегодняшний день плюс еще дом я думаю что где-то около наверно 40 около 40 миллионов стоит ее дом в поселке на ее земле но вы кстати можете далеко трешь лоб муж пойдет локоть и болеет боится вы можете кстати зайти на авито если вы все-таки умные и посмотреть сколько стоит дома быть быть в этом коттеджном поселке ксюха никогда не скрывала и даже квадратуру и вы охренеете от цен госуслуги это полная обожаю тебя смотрите с первого прихода так 18 миллионов долларов же они рубли каких долларов блять 18 миллионов ты в своем уме ты знаешь только 18 миллионов долларов 18 миллионов долларов это 100 больше ста миллионов рублей больше больше 100 миллионов рублей ерунду не занимайтесь за 100 миллионов рублей я могу арендовать землю построить там блять ракету и отсюда за 100 миллионов или стать мэром города какого-то за такие бабки а вы дом мне кажется дороже 100 и больше почти 140 лям а до 5 но вы конечно же интернет-звезды обожаю вас там схватили сюда засунули я с вас дуре и конечно миллиард миллиард вот миллиард это ближе кстати сумма да вот у ксюхи дом миллиард стоит да я тоже так думаю жен дай свой номер для чего тебе нужен чтобы что ты делала от места еще зависит же блять нет да блять да блять за 100 миллионов блять рублей ты возле мавзолея будешь жить хватит вам что ли вы же учитывайте не не сегодняшние цены вы учитываете когда этот дом покупался в какие года и ну хватит в том что ладно все собрались девелоп мара де девелоп мера девелоп мера девелоп мера девелоп мера девела девела короче блять строители собрались хотел как всегда как говорится девочки почему не покрасился да что-то парень мой сказал нет интересные каратисты сейчас поиски девушки не все лакомпон у меня всегда кстати веселая компания коньяка накатить что ли сейчас начнете писать да да давай выпей выпей женька выпей выпей чуть такой опять краснеет сука лицо широкая стала но не шире чем твоя задница дочка разрисовала обои это не обои это называется эта краска это лепнет ну как короче берется есть такой специально круглый валик не валик такая как шайба пластмассовая 0 пластиковая валиком наносится краска и потом этой шайбой вот так вот такими движениями ведь это не обои то есть короче вот это все реставрируется даже если тут лопатой ударить со всей силы то можно прийти от реставрировать никто не увидит выпить можно если мне послезавтра ботокс штукатурка до штукатурка все правильно поэтому это все ерунда венецианская штукатурка обожаю вас дает у меня тут все короче собрали женька эти в питер готов вискарик женька я к тебе в питер готов вискарик а ну-то я блять я в новороссийск какой питер художницей будет же что с вашим строительством вы что-то строите за не до занимаемся алин строим просто я об этом не хочу рассказать я начинаю вам рассказывать блять вы начинаете хохотать рожать не хочу все у меня строится все нормально так как бы так встать декоративная штукатурка обожаю тебя все правильно не вицианская декоративно так дождите заебали воды налил раз два три с днем рождения меня поздравь меня то кто тоже тебя тоже это что значит тебя тоже а вот тоже поздравлял что хапнул конкретно обратно пошло коньяк водой запивай давние нельзя никаких соков газированных напитков ничего не забыл простите саша с люси в яхантах оставили да нет здесь она сашка поехал там то ли с подружкой в 3 не знаю куда-то поехал сейчас приедет уже вставать 6 утра завтра 6 утра всем в аэропорту буду а тут хорошо рядом за у меня внукова ехать 10 минут ну и гастрит язву кому-то прилетела сверху не а вот теперь прилетела простите разводится разводится как бедный блять не разведутся делят бедненькие одну квартиру мы лен ты про нас что лепишь ленка но и блять конечно блять говна и веток и блять и целлофана у тебя в башке конечно я не знаю у вас там ветер что ли или что тебя блять надуло блять через ухо через нос через рот блять надуло тебе пакетов блять и веток в говне блять забила бошку твою лен слышь скажи пожалуйста от реально такая тупая ну я вот мне интересно просто ты вот реально такая тупая просто я смотрю на фотографии тоже так ну вроде взрослая баба а как ты доросла вообще до своих годочков то хоть на ночь лягу с настроением реально тупая ленка молодец бы обожаю тебя обожаю молодец ленусь вот вы не нравится вот сама критиков люди кстати ну ты кстати могла не отвечать мы тебя и так определили уже ты услышишь как ребенок проснется от мою дочь я услышу я бою я дыхание писала в моем жека я думаю что и ты тоже услышал даже она это тут весь жека знаю что это вот это моя дочь потому что она отбежит и папочка папа 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 женьки все хорошо и материальном плане и так что не гони на его ленка да ленка нет она наш быть не на меня гонит она по жизни гонит же не просто помню вы показывали домики на компьютере все рассказывали в эфире интересно ну так они есть лент все этим занимаюсь просто я не в ней вот я не занимаюсь рекламы в инстаграм и этого всего лети лети моя звезда дженя потеряла близкого друга к вид забрал мой любимый свекровь миру перестань на . скоро я приеду и все восстановится ведь существует баланс понимаешь в этом мире баланс что-то господь бог забирает окажется быть глупости в данный момент которые тебе говорю но не расстраивайся 5 как не расстраиваться елки-палки тоже вот как ляпнул ой моя золотая ну что она пусть ну квартиру 2 купили либо потеку купили 2 купили сейчас 3 уберет саша а нет у нас одна мою деле я забыл я не лена ну да ничего не нравится не смотрите все запарили писать негатив ты мой сладко бог никого не забирает хорошо ты почему не выходишь ни с кем в эфир а с кем давайте выйдем скинуть в эфир надо подкачаться чуть-чуть тихо тихо вот так надо сесть кузин люблю тебя не пизде пошла блять жара а ленка чтоб ты не ошпарилась это заблокируют сразу шамара смотри тут решила в моем эфире бесплатно согреваться оденься зачем для чего евгений александра из украины александр и дано из луган для чего раздеться неужели я хуже чем твой бред бедолага который рядом с тобой лежит почему дочь не берешь с собой в новороссийск выйди с кем-нибудь в эфир давайте а кто хочет в эфир напишите я хочу ты чуха микропон на груди да блять это это чержак это я поехал первый раз за границу в таиланд познакомиться с тёлками ну с тёлками не не обращайте внимание не одни я вы моей бабоньки а там были реальные тел я значит не познакомимся и мы пошли в карты к ним играть накурились страшно и мы играли пара на пару с девочкой мы проиграли татуировки но и пошли делать татуировки я сделал себе микрофона на себе сделал то ли бабочку то ли пчелу не помню короче как 5 то ли колорадского жука не помню короче как хуйню сделал но я себе микрофону такой сделал это хорошо ты микрофон увидела кто-то вообще грешу это расческа это микрофон я в него вещаю транс ребят слушайте бабоньки хочу вам сразу открыть секрет те мужики те ваши друзья которые приезжают россии говорят что они в таиланде сняли девочку там между ног оказался детородный орган и это был транс это 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 главный пиздоболы мужчины в таиланде тайцы они отличаются от женщин высоким ростом присутствием кдк болеть и 45 размером ноги поэтому перепутать нереально они тут 2 2 момента либо они вас обманывают ну да вы знаете вот какую-то хоть историю с таиланда привести либо они шпокались с ним и все и как бы себя оправдать хрень какая-то на груди слышишь 5 марий хрень какая-то на груди эти тоже самое могу сказать судят уже что-то непонятно там выросла я тоже так подумал ашу расческой вот эфир удался мы живем сегодня в таком мире что вообще личности человек и все что он говорит не так интересно как то что него наколота по глупости на груди это прикольно я сразу на свой размер ноги посмотрел ездил хоть раз на украину как вам украине это не было ни разу не было ни разу я тоже расческу вы реально думаете что я пришел в тату салон говорю накалите меня расческу а вот здесь на спине на всю спину плойку хочу плойку вот здесь на пояснице фен хочу фен вот это будет супер вот отписывалась от бузовой других от тебя отписал отписался нет желания интересно всегда с юмором кондера нет есть кондер есть а зачем она мне нравится вот так вот когда на себя помахивая и вот волосы развиваются же не боишься ли тогда я хочу бояться ты закрыл свой бизнес сочи нет там ремонт делается ты чё вчесался то весь пошли в эфир ну давай выйти в прямой эфир белоруссии было по разуму в минске опа стоять ни хрена себе как дела добрый вечер я диспетчер как дела второй раз уже евгений с вами в эфире да ничего нормально вот косну готовлюсь как второй раз уже пару месяцев зимой было тоже ты там типа давайте в эфир давайте в эфир и так получилось сервис с тобой серьезно серьезно вот а тут кто-то там пишет давайте в эфир давайте в эфир и я смотрю и никто и особое что-то не изъявляет желание какие-то странные люди смысле с вами не хотят общаться нет нет ну ты давай на ты так проще мне кажется если не против хорошо что с тобой не хотят общаться у тебя в эфире пишут давай ну выходи с кем-нибудь в прямой эфир ты говоришь ну давайте напишите и никто не пишет но я смотрю думаю ладно пишу может повезет а я даже не обратил внимание на то что пишут не пишут просто так иногда глазами падаю туда то что ну спрашивают а как зовут тебя даша ничего себе у меня сестру дальше зовут из самары она из новороссийском а где муж что у мужа сегодня операция он больница сделали операцию на позвоночник ну на шею а что случилось нырнул нет него как это стерлись ну начали стираться позвонки шейно потому что это блять потому что ты ему на шею так села что там все потерлось и ножками вот так болтаешь я всегда говорил что благодаря женщина мы живем намного намного меньше чем могли бы так же и женщины дашь статистика бля я опять шелушится все не могу понять у тебя шелушится у меня смотри шрам какой на лбу вот а я еще хотел а я хотел спросить а чё у тебя лоб так блестит ты подготовил на терла соли в этим как он называется в армии мы натирали эти бляхи ой господи скажи зеленая такая штука ты в армии бы служила в армии я каждый день дома служил в армии как называется эта херня я не напишет они напишут сейчас да они сейчас напишут слушай а чё за шрам то у тебя ну вот шрам уже 10 лет с этим шрамом ну такая была неприятная история по стогое да ну ну извини вот я все эти 10 лет ходила с челкой то есть ну и тут мне в один прекрасный момент я подумала что ну и ладно и что такого ну надоела челка как бы и его а типа а типа ты прятала под челкой шрам ну да 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 по стогое да 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 и пацаны правильный ответ пишут девки все мимо блять куда куталин блять ну извини пожалуйста даже ну и вот и и как бы как ты считаешь в этом же нет ничего такого то есть ну как бы вот я просто комплексовала постоянно по этому поводу а тут я считаю я считаю что комплексовать можно только по одному поводу когда у тебя нет мозгов вот это вот это реально нужно прятать под шапкой ушанка я не знаю там пакета вот все это оборачивать да вот это единственное по по какому поводу можно вообще чек может комплексовать это при отсутствии мозгов а у тебя ну и что ну а что произошло вообще почему такая что откуда шрам ну по молодости головой бутылки билы в аварию просто попала весело весело слушай смотри короче у меня вот здесь вот он вот и мужчина видишь подожди но подай подай я тоже хочу поделиться историей вот смотри видишь шрам посередине ну да вот мне было года четыре я значит в таджикистане еще жил пошел с мамой гулять и вышел во двор бегал 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 там со своими друзьями таджиками тому бурбек аслан кургус дырдым и бурджон ну вот мы там наши наши мушкетеры вот и значит я бегу 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 и мне мама в какой-то момент кричит женя женя я вот так поворачиваюсь а и обратно и вот знаешь раньше во дворах стояли вот как сейчас объяснить сейчас это называются турники а раньше на них выбивали паласы ну вот ковры ковры выбивали везде в каждом дворах висели вот эти потом натягивали проволоки там вывешивали белье короче я со всего маха она вот так вот таким углом была бьюсь башкой а вот об этот угол и рассекай мне наложили шесть швов представляешь вот такая вот история дарья красивая пишет ой евгений говорят дальше разводить с мужем и выходи замуж за рожение я не могу с этих людей такие конечно экземпляры есть у тебя подпишись а ты единственное того что увидела из всего что тебе писали только это нет я говорю спасибо всем кто пишет приятные слова приятно спасибо большое слышишь ты знаешь что спрашивает меня джин ты серьезно ты жил душамбет ведь да я в то я родился в таржикистане в городе душамбет возле зеленого базара я вырос женщина что с тобой почему не спросил голая даша под идеалом или нет что с тобой мои золотые хочу сразу ответить и опережая все вашего такого плана вопросы девочка дарья в данном случае начала 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 общение с тех слов что у нее муж в больнице ну то есть она замужем и было бы странно спи об этом спрашивал это было бы просто с моей стороны некрасиво но и дальше бы наверное я уверен не наверное сто процент реагировала бы абсолютно правильно на мой вопрос и просто отключила бы эфир до дашь да да просто как бы тут понятно когда ты отвечаешь ну это понятно ты на такой же бред а то до конца У меня что, эфир завис, да? Завис, да Слышишь, меня выкинуло Ого, смотри, сразу 300 человек улетело А, а то мне уже пишут У меня муж в больнице, а я развлекаюсь Нет Я над другим начал смеяться Стали писать, что сейчас муж уже с больницы Вот с этой хернёй бежит к тебе, бля Ну слава богу Слышишь, ну а с другой стороны, Даш Сидят два взрослых Сидят два взрослых человека Одна обнажённая под одеялом И второй обнажённый сидит И рассуждают вообще Это прикольно Это что-то интересное Нет, мне муж позвонил, я, кстати, у меня первый раз такой Я сейчас сидел, и у меня Вай-фай пропал А вай-фай у меня, кстати, 500 мегабит в секунду, блядь Я уже отменил его, потому что плачу полторы тысячи в месяц за него Перешёл на другой тариф Потому что он мне не нужен 500 мегабит в офисах ставят А всё равно тупит, кстати У меня такая история Поменяли Да Да, я слушаю Я здесь Да нет, что-то ты стала пропадать Ну вот у меня такая же, говорю, ерунда Надо переключиться, наверное, на этот Интернет, который мобильный Поставили, говорю, роутер другое Скорость Ну я не разбираюсь, тоже какая-то высокая И постоянно тупит этот интернет Уже достали За что деньги платишь вообще Непонятно Непонятно А что у тебя стены? А что у тебя за стены? Пишут, что у нас стены одинаковые Да, что у тебя за стены? Так мы вообще У тебя тоже эта штукатурка? Мы в одной квартире же сидим У тебя обои На одном диване Обои, обои Обои Да-да-да Слышишь, не могу понять Что у тебя с этим, с интернетом Алло Ты прям такая мутная Я не знаю Может, правда на ЛТА перейти мне? Я перешла на ЛТА Алло, блин Сейчас, подожди Я на Wi-Fi уйду Отлично Отлично Алло Алло Так интересно Я вот Ну, вообще далека От вот этой вот Всей медийности И все такое Не веду там Инстаграм И просто так интересно Люди Вот Незнакомый человек И начинают обсуждать Я бы вообще Не выдержала Вообще всего Вот Мне тут за пять минут Просто там Типа А, там Заигрывают Я не знаю Там Она сказала По поводу мужа Только когда Ее об этом спросили Нет, я должна была Выдти Евгений, здравствуйте А у меня вот Муж в больнице Вот вы знаете Вот такая вот Такая вот ситуация Вообще Господи Что Что у людей в голове Это вот как раз Про то Что ты говорил Под шапкой Прятать нужно А вот этот Дебилизм этот Не спрячешь Никуда Сто процентов А меня не принял Но никто и не писал До меня Что хочет В прямой эфир Билеты пришли Мои И не кладет Ведь трубку Я скрин сделал А Сашке отправлю Как вы в одной хате Голый Молодец, Олечка Хорошо Спасибо тебе Молодец Ибанашка Я его Ну весело Весело Кстати Ничего Ничего веселого Это же такие Пиздовольные девки Они отправят Да по любому Слышь А муж когда возвращается Вообще Ну ему сказали Неделю Точно лежать А там Ну понятно Ты там еще звонок сделала Чтоб он в две Вообще полежал Да Да Ну Не Я уже соскучилась Я сегодня второй день И я что-то Как-то это Какой-то Не знаю Какая-то тоска Короче Целый день убиралась Ходила Чтобы как-то Отвлечься Все равно А дети есть? Нет Детей нет А сколько лет тебе? Тридцать О Блин Уже все матерая Да Мой ровесник Мой ровесник Муж Да Что Двадцать четыре Ему что ли Получается Двадцать один А Двадцать Ну я Я старший Кошки Собаки Короче Такая трихомундия Пока детей нет У тебя Кошки есть? Да Две кошки У меня есть собака Бля Я ненавижу Кошек Конченные создания Они Знаешь почему Не люблю? Потому что Они не преданные Нифига Че Нифига? Не преданные А Ну Это от животного Тоже зависит Это как люди Знаешь Есть человек Не знаю Добрый Есть человек Злой Так же и кошки У каждого Свой характер А я добрый или злой? А я добрый или злой? Ты? Ну я не знаю тебя Как человек Но так Знаешь Так скажем Добрый Конечно Не видела я тебя В каких-то таких Моментах Когда ты там Ну да Мы же не живем вместе Поэтому ты не видела Как ты можешь видеть? Ну Лично Мы не знаем Друг друга А так Заочно По телевизору И по экрану Не скажешь Что ты злой Такой Харизматичный Добродушный Слушай Пишут Что злой А ты не пишешь Да это блять Это пиздоболки А ты не боишься? А ты не боишься Что уже 30 лет малыха Ну блять Уже как старородящий Скоро будешь Не боишься? Или что у вас? Почему детей Сколько вы со своим мужем Шоркаетесь? 10 лет Ебать Надо к Матроне идти Слышишь? Там короче На Кипре В Айянапе Есть монастырь Святой Матроны И там есть Небольшой кусок Ее пояса Ну ткань Она им опоясывалась И вот люди Приезжающие туда Просящие Или вот в Москве Ты где? Сама откуда ты? Самара Самара Опять здоровье Все Надо тогда в Москву ехать К Матроне Надо просить у Матроны Матрона поможет А почему детей нету? Не хотите или что? Или не получается? Не получается Да блядь Как оно будет получаться Когда ты в эфире С чужим мужиком сидишь Твой непонятно где блядь А как они дети Да получится Да знаешь Как у всех То Ходишься Расходишься То Здесь какие-то Недопонимания То здесь И все это как-то Блин Прямо 10 лет вместе Так Вот прям знаешь Как у некоторых Херакси получилось Нет такого Такого не получается Короче Надо это Сейчас Что там у вас Ограничения Какие в Москве Вроде У нас в Москве У нас в Москве Вообще никаких У нас все Блядь Собянин снял У нас нет ограничений Ну вот У нас ходи Целуйся с бомжами В засосы И ничего не будет Капец Короче Надо брать билеты И ехать К Матроне К Матроне Езжай К Матроне Только К Матроне В Москву приезжай Ты должна Выстоять очередь Там очереди Всегда Ты можешь Обойти ее Ты можешь Зайти Но нужно Выстоять А Матрона Реально помогает Если ты веруешь В это Надо просто Верить В это Там же Что-то еще Я не знаю То ли святые мощи То ли что-то По городам Возят Я помню Привозили в храм Но там Такие просто Километровые Были Очереди На самом деле Что я не знаю Там люди Сутками Стоят Подвое Чтобы попасть Слушай Если у вас Не получается Завести ребенка Это вас Надо возить По городам С мужем Положить В обоз И возить По городам И люди К вам будут Прикладываться И вы обязательно Ты обязательно Родишь Слушай А на самом деле Я считаю Так Смотри Порой Люди Они действительно Друг друга любят Вот они встречаются Живут 10 лет 15 20 30 Вот они любят Друг друга Но Им не суждено На этот Их союзу Благодаря их союзу Не суждено Появиться на этот свет Там Ребенка Но бывает такое А бывает такое А бывает такое Что ты расходишься Со своим мужем Или там мужчиной Или женой И встречаешься Там Да И тут же Да И ты тут же Да Бах И это происходит И это подарок свыше Понимаешь Порой это бывает Как просто Ну как испытание Как опыт Просто Ты должна провести Ты должна пройти этот путь Чтобы было в конце Вознаграждение Это реально работает Это я тебе говорю О духовности А если говорить О медицине То Вы просто не подходите Друг другу Вот и все Все очень просто Вы можете Блять До усрачки Блять Любить друг друга И на руках носить Но вы друг другу Не подходите Вот на этом На этом уровне И как В такой ситуации быть Вот что ты скажешь Слушай Ничего Надо просто Принять вам решение То есть Нужно задать себе вопрос Что ты хочешь дальше От этого мужчины Потому что Насколько я знаю женщин Мне кажется Я их вообще не знаю Но все же Мне кажется Что каждая женщина Хочет полноценную семью Не просто там Ебари добытчика Она хочет детей Она Ну то есть Это же очень важно Да Для женщины Рождение Ребенка Вот И когда Она встречается С мужчиной С которым Не получается Нужно просто Уходить Искать другого Мужчину Ну Для начала Нужно попытаться Испробовать Все варианты То есть Один из вариантов Это Матрона Второй из вариантов Это конечно же Эко То есть Искусственное Плодотворение Но если И это все Не проходит Значит надо Просто расставаться С мужчиной Находить того С которым Ты сможешь Дальше То есть Пополнять Генофонд Нашей страны Вот и все Все очень просто Смотря как ты Приоритеты расставишь Если тебя устраивает Так жить То ради бога Я не знаю Нет Ну я согласна С тобой Но это все Очень сложно Вообще Я не знаю Взять Это Не знаю Это надо Ну как Ну Может Я не настолько Сильный человек Чтобы вот Реально там Подойти к этому Вопросу Ребром Вот Типа все Не получается Хорошо А там не ребром Надо подходить Там другим местом Надо подходить Может по этому Детей нет Уже вы ребром Ты подходишь К этому вопросу Слышишь Этот Ну в английском Пишут люди Что там одну женщину Она знает Она 38 лет ездит Но она на трамвае ездит Слушай Поэтому Поэтому нужно тебе Еще есть кстати Суррогатное материнство Нет А еще знаешь что есть Самое кстати главное Огромное количество Брошенных детей Которые находятся В детдоме Которую взять Можно помочь Но там Блять Там все равно Существует опасность Опасность Я тебе сейчас Объясню какая То есть вы можете Взять ребенка А его родители Отец Какой-то был там Ну бандит Ну генет Да Мать алкашка Наркоманка Ребенок красивый Классный Все Ему 2 года 3 года Души не чайте 4-5-6 Становится 17 Переходный возраст Он приходит с топориком И блять Отрубает вам бошки Ну просто генетика Ну генетика Он не виноват в этом Просто генофон такой Тоже очень опасно А вот в таких домах В родильных детдомах Подделывают документы Порой То есть Ну Хороших детей Качественных То есть От нормальных родителей Их быстро разбирают Поэтому это тоже такая Знаешь Опасность Капец Да Да Женька Самый Самый Ужасный вариант Сразу Такой расклад А ты знаешь Так проще жить Когда ты Идешь на работу На собеседование Идешь на свидание Пытаешься вложить деньги В бизнес Всегда думай О самом плохом То есть Вот Подготовь себя К тому Что Блять Будет пиздец И когда пиздеца Не будет И будет все хорошо То ты Эту информацию И вот Воспримешь Ну Намного круче То есть Всегда себя нужно Подготовить К тому Что Блять Ничего не И все всегда Получается И все будет хорошо Поэтому Нужно от этого Варианта Отталкиваться Мы же не в розовых очках Блять Мы же взрослые люди уже Мы В современном мире живем Мы же Ну читаем Смотрим Кто тебе отдаст Одуванчика С голубыми глазами Который вырастет И станет Блять Вторым Стивом Джобсом Да хуй ты угадала Блять Такого тебе никто Не отдаст Блять Ну да Я Там спрашивают Кем я работаю Я работаю В ветеринарной аптеке О Слышишь Ну что ты там На холку Собакам капаешь Отблок Таблетки даю Все Хоррель Да Слушай Женя У вас собаки Сейчас там Дома Две собаки Да вот они Блять Два долбоебика Одна и второй Там сидит Друг на друга смотрят Как вы справляетесь С шерстью У них нет Этой шерсти Такого нет Не линяют Нет Мы же грумеру возим У нас постоянно Их стригут Вычесывают Моют То есть Нет такого А то я сегодня Сегодня целый день Полы мыла Мыла Короче Задолбался Уже не знаю Что с этой шерстью делать Да ничего Собрать ее И связать Мужу свитер Ему сейчас Очень необходимо На шею На шею Шарф 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 Вот такой Неделю Вязала Из собачьей шерсти Шарф Там позвонки Срастутся Как на пластилинчике Ладно Дашка Круто Спасибо тебе огромное Да Тебе тоже Спасибо большое За эфир Было очень приятно Пообщаться Побольше позитива Как обычно Да Мужу Мужу Скорейшего выздоровления А ты Про Матрону Не забудь Почитай молитвы Матроны Но если Только Если ты хочешь От этого мужчины Родить ребенка Только если ты хочешь Если ты не хочешь У тебя сомнения Она тебе не поможет То есть Ты должна этого хотеть Очень сильно Именно от этого мужчины Все Обнял тебя Давай Мужу выздоровления Тебе тоже Пока До вечера Пока Взаимно Спасибо Пока 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 Отключайся Я не знаю Как отключить О все Затянулся Я сам уже понял Что затянулся Короче Смотрите Какая тема Появилась в инстаграм То есть Ты в эфир Приглашаешь А Женя Ты хочешь в церковь Хожу Не в церковь В храм От тебя она хочет Пора с Гузеевой Вести эфир О Я с этой бабонькой С удовольствием Ворвался Вот ты что Гузеева Это просто Это пушка Это космос Лучше Вдвоем Ути к Матронушке А Им вдвоем Я думал Опять вы меня Уже сватаете Как тебе не стыдно А где я матерился Людмила Простите меня Пожалуйста Простите Если я матерился То только Для связки Своей мысли Я же Смотрите Можно материться Оскорблять человека А можно материться В связке Всем спасибо За приятные слова Нормально Пожалуйста Жень Хочешь детей Очень хочу Евгений Добрый вечер Помогает тебе Матронушка Чувствуешь Привет Ларп Помогает Помогает в том плане Что это единственная Я сейчас скажу Матрона Это единственная Святая Женского пола Которая я обращаюсь То есть я каждый день Читаю Молитвы У меня Отче наш Святитель Николай Ангел-хранитель Святитель Спиридон Святая Матрона Поэтому конечно Помогает Я чувствую Что помогает Ангел-хранитель Очень помогает Есть молитва Ангелу-хранителю О чем задумывается Спросили Вопрос такой Интересно Очень сильная Молитва Ангелу-хранителю Ну и Спиридону Конечно С каждым днем Хорошаешь Привет Большой Из Махачкавы Привет Огромный Паттайя Или Паттия 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 Жень Что ты там Начал Про Инстаграм А что Про что Маргарита Что про Инстаграм Не помню Напомню Ты что Угораешь Я же столько Тарахтел Тут уже Я уже не помню Что там Жень Ты самым лучшим Спасибо Кисуля Жень Достойно Достойно Ботву из кармана Еще Ксения Бажина Привнул Без Дашки Что ты хотел сказать Когда заходишь В эфир А Короче Там когда ты Заходишь Сегодня в эфир Там моя дочь Была на Кипре Она ходила Поезд Богородицы И она действительно Забеременела Моя дочь Была на Кипре Она ходила Поезд Богородицы И она действительно Забеременела Они ей сказали Пришлешь Потом фото Ребенка А кто Отец Ребенка Монах Шучу 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 Осуждаю Осуждаю Себя Женька Напишу тебе В личку Насчет Молит Да пиши Игорь Конечно пиши Ты нашел Кстати Девочку Инстаграм Эфира Ты про это Да Короче Вот нельзя Отключать Человека То есть Только человек Может Отключить Не знаю Я просто Не разбираюсь Но Дашку Отключать Не хотелось Дашка Хорошим Женя Тарахтилки Простите меня Пожалуйста Привет Астахан Привет Астахан У нас Мужем Не было Детей 12 лет А после Были у Матронушки Попросили Чтобы все Случилось Через 3 месяца Забери Я про это Говорю Русский Русский Я про это Говорю Видела Как Митя Белла И Кири Встретились Спустя Двадцать 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 Я забеременела Бо в городах Все неблаженные Ты долго Но российские Не знаю Евгений Вы отказываетесь Быть ведущим Почему Вас нет На доме Два В других Передачах Сегодня Сидели В кафе Пили Работает Судья О Всех Моих Любимых Перечислил Люблю Этих Святых Очень Еще Женят Онкологии Страшных Болезней Помогает Пресвятая Богородица Псицарица Пантанаса Помогает Вот Богородице Кстати Я молитву Не знаю Я Всех Мною Перечисленных Я Эти Все Молитвы Знаю Наизусть Читаю Каждый День Сейчас Перестал Кстати Где-то Месяц Назад Перестал Читать Каждый День Только По воскресеньям Стал Читать А до Этого Читал С девятого Класса Каждый День Ну То есть Чтоб Вы Понимали Сейчас Мне 36 С 14 Лет Я читал Каждый День 22 Года И Последний Месяц Перестал Читать Каждый День Теперь Только По воскресеньям Женя Я Мусульманка И Взрослая Женщина Люблю Тебя Очень Но Когда Ты Материшься Мне Очень Неприятно Старайся Хорошо Все Я услышал Вас Ташкенту Привет Каким Образом Помогает Помогает Молиться Вера Вера Тебе становится Спокойнее Ты понимаешь Что ты Не один Ты понимаешь Что ты Защищен И Даже Если Вдруг С тобой Что-то Происходит Ты Не Гневаешься Не Коришь Себя Не Винишь Жизнь Ты Просто Понимаешь Что Любая Там Плохая Неприятная Ситуация Для тебя Это Это Испытание Тебя Просто Готовят К чему-то Большему Или Лучшему Поэтому Вера Она Необходима Без Веры Я Вообще Не Понимаю Как Человек Может Жить Правда Это Пустой Человек Пустой Никчемный Глупый Ну Я Наверное Не буду Говорить Что Никчемный Глупый Ну Я На Это Пустой Человек Вера Необходима Это Не Щетка Микрофон Скажи Гостиницу В Кабардинке Хотим Туда Поехать Я В Кабардинке Откуда Я знаю Надежда Отель Надежда Жень Мой муж Татарин Я Русская Как Поступить С религией Детей Это Вам Надо Ити Не Ко Мне Точно Это Вам Вы Знаете Куда Ты Прям Молодец На Все Просто Спать Хочу Но Не Могу Выключить Не Трогай Не Осуждай Неверующих Не Трогай Не Осуждай Неверующих Я Говорю Нет Я Буду Трогать И Осуждать Этих Людей Что Значит Не Трогай Не Осуждай Человек Должен Верить Я На самом деле Не Осуждай Я Просто Говорю О том Что Человек Должен Верить Человеку Верующему Ему Легче Живется В этом мире И Ему Легче Идти По Пути Данному Богом Всевышним Святым Я Про Это Имел Ввиду Жень Что Там С Вашим Кафе Нормально На Который Напикадили Нормально Нам Ладо Дэнс Каждый День Кофе Пьет Ой Этот Ладо Дэнс Лайма Вайкуля Никто Никому Ничего Не должен Было Скучно А Как Здесь Отвечать Людям Ой Я Кстати Не знаю Честно Говорю Харьков Привет А крестик Я Не 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 Храм Потому Что Вот Здесь Он Внутри Должен А Не Снаружи Это Все Я Считаю Что Это Очень Вычурно Одно Женек Напишите Давай Ответь Оле Болел Ты Короной Муж Американец Христианин Но Мы Не Религиозные Трое Детей Ну Вот И Все В этом Ответ Все Нормально Что Значит Мой Муж В день Своей Смерти Дал Мне Иконку Божьей Матери Сказал Пусть Будет С вами А Через Три Часа Он Погиб В автокатастрофе И Теперь Иконка Постоянно С нами Почувствовал Что Теперь Через Эту Икону Он Защищает И охраняет Вас Вашу Семью Ваших Детей Внуков Женя Я прошла Спать Я тебе Компромат На тебя Отправил Спать Я тебе Компромат На тебя Отправил Хорошо Олечка Спасибо Дорогая Женя Ведущий На свадь Сейчас Мало Работы После Пандемии Маловато Мой муж Работает Надежд Ну Вот Видите Как Сын Общаемся Сыном Все Нормально 2345 Усасаться Муж Опять Заругался Извините Это Все Коньяк Шайтан Привет От Юди Юди Не Знаю Что Так Ладно Пойдемте Покурим Не Жарко Я просто Чего-то Завис Поэтому Время Полночи Сашки Не так Не Думал Да Ладно Пожаловаться Жалуйся Хватит Вам Что Ли Саша Где Саша Я С вами В общем Саша Амбарные Замки И ключи Выброшены В глубокое Глубокое Озеро Не Найти Лиц Аквалам Так Одну Секунду А ты Смежной Помирился Смежной Кто Так Смежной Ты С Женой Хотел Написать Смежной Смежной Многие участники думают, что едут жить в Сочи. Я не знаю. Помню в твоем караоке, как круто было. Теперь и в Греции. Знаю твой король. Так с тобой уютно и душевно. Смешно иногда. Ну да. Салам из Махачкалы. Живем, когда... Не знаю пока. Привет, Валиким Салам. Не знаю, когда мы в Махачкале. Ревную своего молодого человека, бывшего. Сама не знает почему. Что делать и от чего это может быть. Ну, отвечаю сразу. Это от отсутствия уверенности в своем молодом человеке. Я с ним четыре года уже. Но все кажется, что я стала вначале ему просто таблеткой от нее. Она ему изменила. Блять, что ты... Я ее... Тебя за ногу. Ответь вроде можно только у кого андроид. Ответить можно. Да хватит, что ли. Жень, ты просто пацан. Королки нормальные. Нормально, Катрин. Ремонт сейчас там. Наверное, потому что у нас айфоны нельзя. Доброй ночи. Привет, Даш. Какие себе говорят? Это Кент. Единицу курю. Когда в последний раз читал книги. А, не знаю, полгода назад, наверное. Несы читал. Разобрались. Разобрались. Ну, слава богу. Доброй ночи. Все, бабоньки. Очень вас люблю. Благодарю опять. Еще раз прошу вас. Не разрывайте и не теряйте меня из видов. Не потеряйте эту связь. Потому что у нас с вами она есть. И она у многих больше, чем с вашими мужьями. Потому что мы с вами общаемся больше, чем вы общаетесь со своими суженными. Все. Обнял вас. Доброй ночи всем вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok